Итак, друзья, сегодня будем показывать вам очередное видео, которое имеет двойной смысл. Это семья Донор, спонсор. Она у меня идет под номером 13. Пожалуйста, нажми. Кто-то говорит, что это несчастливое число. Ну, может для этой семьи несчастливое, а для меня она счастливая. Потому что я от нее отбираю постоянно рамочки с засевом, с яичками. Эта семья с середины апреля по середину июня и дальше продолжает давать мне рамочки с засевом. Я их подставляю в ослабленные семьи, где нужно подставить, где матка на замену пошла, там тоже матка прекращает или слабо сеет. Вот туда мы их подставляем. Или в отводки. Короче, везде, где нужно подставить засевчик, мы подставляем. Вот сейчас мы можем вытащить засевчик и подставить в трутовую семью, которую мы исправили. В этой семье мы подсадили новую маточку. И эта новая маточка начала сеять. Ну, так как она молодая и еще разгон не набрала, в течение 10 дней словля разгоняется, как говорится, медленно. И то мы, если она медленно разгоняется, то мы можем добавить туда пару рамочек, а пчелы способны выкармливать расплод. И эта семья быстрее наберет оборот. Итак, друзья, эта семья у нас, мы сейчас покажем, как она работает, как мы выбираем расплод. Это семья донор. Отставим первый корпус. Немножко поднимем, чтобы пчелы это самое, что-то дымарь у меня немножко побарахлил. Ну, ничего, мы его сейчас покажем, все будет нормально. Сейчас жарко. Пчелы работают. Утро до обеда. Или обед. Я где-то возле так. 11-12 часов. Корпус с медом. Отставляем в сторону. Немножко их поднимем. Вот у меня семейка. Она поддерживается в постоянном развитии. Около 10 рамок. На втором корпусе и на первом. Три рамки было расплода. Но в последнее время я экспериментирую дальше. И на днях я позабирал весь расплод. Осталась одна рамочка. И пчелы поняли, что у них проблема. Аварийная ситуация. Ну, об аварийной ситуации мы расскажем чуть позже. А сейчас покажем, как мы выбираем рамочки с засевом. Это разделительная решетка. Убираем, чтобы она нам не мешала. Это дело нехорошо. Выбираем рамочки, которые у нас тут есть. Так сказать. Я постоянно подставляю сюда пустые рамочки. Чтобы сбоку можно было им подкладывать медок. Чтобы они не клали этот медок на те рамочки, которые я под засев ставлю. И они сбоку всегда подкладывают рамочки с медом. Вот, засевают. Ну, как всегда, надо одну рамочку вытащить. Чтобы она нам, так сказать, с напряжком. Это мы ее просто отставим временно. Смотреть тут нечего. Она полулегкая. Чуть-чуть напряжка. Смотрим дальше. Товарищи сегодня что-то не хотят нас слушаться. И они немножко, так сказать, серчают. Тут прохладненько, в тенечке. Говорят, мы с вами можем посерчать. Ты смотри, а. Подожди секундочку. И еще мы их сейчас это самое хорошенько дымнем. Чтобы они успокоились. Взяли чуть-чуть мятку. Вот. И все, и спокойненько дальше смотрим. Это с медом. С напряжком. Вот тут напряжком. Крайняя, кроющая. Ставим стеночки. Эта семья поддерживается постоянно в росте. Потому что мы не даем ей развернуться. Чтобы она достигла роевого состояния. Это семья донор, от которой мы постоянно отбираем. Это вот напряжка тоже медовая рамочка. Вот. Отбираем постоянно засевчик. Чтобы она сеяла и сеяла и сеяла, так сказать. Вот. Смотрим дальше. Попалась одна старая пчелка. Летает вокруг головы. И так и хочет тебя ужалить. Меня. Смотрим. Эта рамочка должна быть с яичками и засевом. Это я подставлял. Два дня назад. Сейчас мы ее осмотрим на солнышко. И если она с яичками засевом, то в темноте не видно. Тут не видно. Отойдем туда на солнышко. Сейчас мы глянем на солнышко. Вот и маточка бегает. Вот она маточка бегает. Маточка не сильно большая. Худенькая. Она уже два с половиной месяца шурует яйца. И в ней только яйца каждый день. Ей не дают остановки. Кормят и говорят. Давай, 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 давай. Больше яиц, больше яиц. Подойдем на солнышко и глянем. Сейчас я погляжу яйца. Да, есть яички. Вот. И с этой стороны гляну сейчас. И с этой стороны яички есть. Естественно, в трутовые ячейки, вот трутовые ячейки, она не сеет. Они, как видите, пустые. А вот пчелиные ячейки, вот сюда вот, посмотрите. Вот эту вот эрея, видите? Вот они, пчелиные яички. Хорошо приблизил? Видно, да? Не знаю. Ну, приближай, хорошо. Вот они, вот они, пчелиные яички. Ячейки. Солнце, что видно было. Вот эта вся эрея засеянная у ней. Итак, временно мы ее отставляем, потом мы ее струсим. Вот, одна рамочка у нас есть, засев с двух сторон. И матка здесь бегает. Мы ее отставили, чтобы не пас, так сказать, ну, она не пострадала. Очки у меня для дали, а я близорубки хорошо веду яички, хотя и старые, без очков. А в очках даже хуже. Итак, смотрим дальше, что у нас здесь еще. Маточку мы отставили. Вместе с рамочкой, которую будем струсивать, и заберем яички. Это уже хорошая, так сказать, помощь будет для той семьи, в которой она будет нуждаться. Итак, смотрим. Посмотрите, какой расплод. Расплод очень хороший, как мы видим, по центру, сплошной. Это говорит о том, что матка качественная. От этой матки желательно выводить маток и подставлять расплод. Расплод тоже будут выращивать качественные. Итак, попалась одна пчела. Говорит, я, говорит, так хочу тебя поцеловать. А я не хочу целоваться с пчелами, потому что очень больно будет. Как видим, расплод хороший, замечательный расплод. Отставляем расплод на месте здесь. Пригодится он нам еще. А тут осталась одна рамочка с расплодом. Смотрим дальше. Эта рамочка тоже была пуста. Я подставлял под засев. Я думаю, что матка здесь засеяла. Посмотрим сейчас на солнышко, если я не ошибаюсь. Она стояла с другой стороны. Да, засев есть. Я вот вижу на солнышко. Но можем еще раз глянуть на солнышко. Мы эту рамочку заберем. Пожалуйста. Посмотри. Вот, начиная отсюда, снизу. Вот эта вся эрия. Вот. И вот до сюда засеяна. Видно хорошо яички? Переводи. От краю до верха. Яички видно. Да, плохо видно. Подвинь на низ. Еще на низ. Бок. Это наверх, а то на низ. Вот. По всей рамочке попади выше, выше, выше. Смотри. Засев полностью по всей рамочке. С одной стороны. Что видно, что нет. Хорошо. Сейчас глянем с другой стороны. И с другой стороны засев. Вот, пожалуйста. Можем это сместить. Чел. Посмотреть. Вот яички одно, второе, третье. Я вижу даже в это самое. Вот четвертое на черное видно. То есть матка поработала. Эту рамочку тоже забираем. Засев у нее замечательный. Она пригодится нам. Ну, вот какой-то товарищ меня все-таки укусил. Вот, видите, жало торчит. Вот. Постаралась она все-таки где-то шмыгануть. Разумная пчела попалась. Ну, все. Эту рамочку отставляем тоже. Мы ее струсим. Две рамочки засева нам. Это дала товарищ. Вот. Чтобы нас больше пчелы не кусали, мы это жало подымим. Потому что на запах яда кидаются все остальные пчелы. Немножко продымил, на копоть они не кидаются. Вот. Передвигаемся дальше. Смотрим, что у нас здесь дальше может быть. Немножко днем. Вот. Может, она еще насеяла, потому что я подставлял, как говорится. Ну, и так. В этой семье мы ее сильно ослабили. У ней создалось впечатление, в этой семье. Что матка не может набрать оборот, потому что мы ее отбираем, отбираем. Последний раз я хорошо забрал расплод. Как говорится, одна рамочка осталась засева. Вот. Здесь, я думаю, тоже засевчик есть. Вот. Третья рамочка. Ну, я так думаю. А может есть, а может нет. Сейчас мы глянем на солнышко. Да что ты, скажешь? Я думаю, уж подожди, я сейчас гляну. Нет яичек еще здесь. Здесь она еще не прибежала. Короче, два дня назад я подставил. Но эту рамочку они подготовили. Медок сверху. Вот так окантовочкой. И она прибежит. Мы ее оставим дальше до расплода. Чтобы она, это самое, подсеяла. Итак, у нас здесь вот расплод по центру стоит. Мы его отодвигаем. Медовая. Рамочка под засев. Сота пустая совершенно. Пчелы подготовили ее под засев. Будет прекрасно. Сейчас я гляну еще вот эту рамочку с засевом. Которая была, хочу сказать, интересную месель еще. В связи с тем, что пчелы почувствовали, что матка не может набрать оборот, они заложили мисочку где-то тут я видел. Не помню где. Сейчас пчелы сидят. И в мисочку кинули яичко. Вот она, мисочка. Вот мисочка. Я ее расковыривал в прошлый раз. Они кинули туда яичко. Посмотрим, получится маточник или нет. Если получится, то мы вам покажем в следующий раз. Потому что они говорят, матка что-то барахлит и не хочет сеять. То поэтому мы это самое сделаем на замену. Дай-ка я глянусь на улицу. Вот снизу торчат еще три мисочки. В этих мисочках ничего нету пока. Вот. Но в той мисочке я видел, яичко было. Ее очень трудно просмотреть сейчас, потому что оно под рамочкой стоит. Под планочкой. Итак. Такой процесс, когда вы сокращаете гнездо, и семья не может развиться, и создается впечатление у семьи, что она, матка плохая. И приходится сделать им тихую смену. Сейчас мы глянем еще. Что тут? Секундочку. Что-то у меня никак. Это рамочка под засел, подготовлена. То мы ее и подставим сюда, на этот край, так сказать. Пусть они тут работают. Со стороны запечатанного засела мы поставили очередную рамочку. Это все хозяйство подвигаем. Гнездо составили. Пока мне хватит, я потом добавлю рамочек сюда. Вот еще одна у меня рамочка кровищая, пустая. Я ее туда сунул. И пустим матку. На этой рамочке у нас была матка. Мы ее сейчас возьмем и пустим. А ее потом струсим во второй корпус. Все будет. Вот она матка сеет. Вот она, вот она бегает, вот она. Вот она, видите? Заглядывает в ячейки. Сеет. Мы ее, естественно, хватаем за крылочки. И пускаем сюда. Вот она побежала. Все. Эта рамочка, она свободно струсивается потом. И все. Временно пока отставим. Сейчас поставим второй корпус. И потом будем струшивать рамочки во второй корпус. Моя решеточка. Дали две рамочки под засел. Ставим второй корпус. С пчелами и с медом на второй этаж. Сейчас лето. На первом корпусе стараются держать определенное количество пчел, которые, чтобы, ну, не создавали удушье. Остальная часть пчел, середина лета, на взятке. Вот. Пожалуйста, дым. Сейчас это сам подымись сюда. С краю у нас ващинка стоит, на всякий случай. Если они захотят тянуть, они потянут ее. Итак, временно мы ее отставляем. Чтобы у нас был промежуток. А эти рамочки струсиваем. Пчел. Струсиваем вот так. Вот, видите, струсилась. Ну, чуть-чуть часть пчел осталась. Им проблем не будет, если они попадут в другую семью. Сейчас жарко, и пчелы не будут биться. В жару пчелы свободно переносят пересадку молодняка с одной семьи в другую семью. Вот. И эту рамочку струсиваем. Эти пчелы будут продолжать трудиться дальше в этой семье. И выращивать расплод, и яички. Поддерживать правильный климат. Вот, пожалуй, эту рамочку мы струсили. Немножко поднимем. Чтобы они нам не серчали. И спокойненько закрываем. И уходим подставлять эти рамочки в другой вариант. Все, мы их закрыли. Идем сюда. Итак. Это бывшая трудовая семья. В которой подсажена была молодая маточка. И она сеет хорошо. Уже 10 дней начала. Ну, к этой семье нужно дать разгончик, чтобы она лучше работала. Итак. Лишнюю пустую рамочку мы вынимаем. А две пустим между расплодом. Это пустая пластиковая рамочка. Еще не оттянутая. Семья пострадала. Пострадала почему? Трутни целый месяц выращивают. Вот рамочка у нас с яичками. Мы раздвигаем. Ставим между расплодом. Я уже знаю, где тут расплод. Поэтому раздвигаю очень быстро. Матку мы уже видели. Она здесь бегает. Ставим между расплодом. Немножко напрыжка. Поверху смотрите. Пыльца. По центру засев яичек. Видно яички как? Мы уже показывали, чтобы убедились, что яички есть. Видно, да? Не знаю. Сейчас лампочка села. Ок. Очередная рамочка с яичками. Пожалуйста, если хочешь, посмотри. Вот эта вот вся эрия засеяна. Я пчел струсил. Вот так вот проводи по всей эрии. Дальше, дальше крути. Сюда, 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 сюда подходи. Все, еще, 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 сюда края. На белых, на белых. Вот. Пчелы струшены. Она легкая. Но засев хороший. Ставим сюда. Две рамочки. Расплод. Открыли яички. Расплод яички. Чтобы пчелы могли правильно развивать. В гнездо поставили. Итак. Эту семью мы усилили. Закрываем. С этой семьей будет хорошо развитие идти. Если надо, и еще добавить можно. Если у вас есть большое количество расплода. Можно расплод добавить сюда. Запечатанный. Открытый. Короче, как душа желает. Ну, у меня нету большого количества расплода. Я ставлю больше яички. Чтобы она развивалась. Так. Что мы можем сказать по отношению этой семьи. Откуда мы брали донора. В отношении этой семьи мы можем сказать то, что эта семья дала нам около 60 рамок с засевом, которые мы подставили. Она оправдала себя. Если мы эту семью держим постоянно в развитии, поэтому она может сеять и сеять и сеять. Ну, как вы все знаете, пчелы имеют несколько периодов развития. Весной они, пчела идет на замену. Потом идет период не замены, а ускоренного развития, когда создается большая масса пчел и раи выходят. Потом раи почему прекращаются? Пошел взяток. Пчелы пошли на работу, они изнашиваются. А при взятке пчелы не дают матке сеять, это всем известно пчеловодам. И поэтому семья изнашивается, и после взятка, как правило, пчел остается очень мало, но много меда. Я же держу эту семью в постоянном развитии, потому что не даю ей развиться до нормы, чтобы пошел рой. Итак, эта семья может дать нам матку тихой смены, потому что я уже убедился в этих случаях, у меня уже были несколько раз случаи, поэтому я в этот раз могу только сказать, а попозже, если появится маточник, я вам покажу эту семью, чтобы появился маточник. В смысле, уже вырастет побольше маточник, чтобы видно было. Почему? По той причине, что семья чувствует, что она не может развиться до полной нормы, ну, определенная норма 60-80 тысяч пчел, вот, а у нее все меньше, 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 и расплод уменьшается, и они говорят, в чем проблема? Они задают вопрос сами себе, ну, по-видимому, матки, потому что расплод-то уменьшается, и они, ну, матка это очень хорошая, очень хорошая. Вы видели расплод, я вам показывал сплошной, ровненький, хороший расплод, поэтому от этой семьи мне желательно выводить и маток, и поставлять засевчик будет всегда, даже если я поставляю засевчик в плохую семью, ну, в смысле, семья больная, или расплод сетчат, или еще что-то, то от этих яичек выращивается здоровый расплод, нету сеть, что сплошной, кругленький расплод такой, приятно смотреть. Итак, друзья, если вам нравится, ставьте, подписывайте, лайки, лайки, подписывайтесь, снизу можете посмотреть страничку, где можно купить пчеловодный инвентарь и прочее. Удачи вам, до следующего видео.